Содержать и ремонтировать все дороги Красноярска будет один подрядчик. По крайней мере, этого хотят в мэрии. Чиновники объясняют, такая схема поможет следить за качеством работы. Тем временем, автовладельцы в этом сомневаются. А депутаты городского совета после предложения чиновников и вовсе в шоке. Почему узнавала Светлана Овсянникова? Нет, не слышал. Я просто по последних известиях об этом узнал. Недавно общественные слушания прошли по поводу того, что ремонтом и содержанием дорог будет заниматься теперь одна компания в ближайшие три года. Девушка, вы знаете, мне это как-то очень мало волнует. Пока одним было не до того, а другие не знали, в департаменте городского хозяйства провели общественные слушания. Прошли они неделю назад. Там решили ремонтировать и содержать все дороги Красноярска. Следующие три года будет одна единственная компания, которая за выполненные работы получит почти 4 миллиарда рублей. Нас и возмутило то, что мы не смогли задать вопросы те, которые нас интересуют. Координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев Егор Фролов на общественные слушания тоже не попал. Уверен, провести их в обстановке чуть ли не строго секретности, чиновники из департамента городского хозяйства решили, по сути, чтобы устроить монополию. Ямочный ремонт и уборку всех дорог в Красноярске отдать какой-то одной конкретной фирме. Это делается для одной подрядной организации. Если у нас имеются субподрядчики, цена от этого, ну, естественно, увеличиваться не будет, потому что есть средняя рыночная цена, будет от этого ухудшаться качество. Сейчас конкурс среди фирм, которые хотели бы заниматься красноярскими дорогами, проходит на площадке одного из московских электронных ресурсов. Имена участников не разглашаются, их количество тоже. Итоги станут известны меньше, чем через неделю. Кто будет обслуживать все красноярские дороги, выяснится уже в понедельник. Депутат городского совета Аркадий Волков объясняет, когда узнал, насколько далеко чиновники департамента городского хозяйства смогли продвинуть свою идею, мягко говоря, удивился. Все сделали келейно. Массово красноярцы не знают об этой проблеме. Мы постараемся сделать все, чтобы вернуться на круги своя, чтобы такой лот не был отдан одному человеку. В департаменте городского хозяйства тем временем спокойны, уверяют, нарушений антимонопольного законодательства в их инициативе нет. Сейчас в городе, считает Владислав Логинов, есть минимум пять фирм, каждая из которых способна выиграть конкурс. Поэтому конкуренция есть точно. Тем более, что регламент проверили соответствующие службы. Говорить об отсутствии конкурентного поля нецелесообразно. Не противоречит законодательству данные условия контракта. Если эти условия контракта сегодня влияют на положительное содержание дорог города и улиц города, то я считаю, что здесь не может быть никаких противоречий. Главный аргумент чиновников мэрии – одну организацию, которая занимается городскими дорогами, контролировать проще и легче. Плюс удобнее следить за качеством работ. Правда, интересно, где гарантии, что фирма, которой достанутся все дороги Красноярска, справится с обязательствами и не начнет ссылаться, например, на плохое финансирование, как было с ремонтом проспекта Мира. Плюс, если всеми дорогами в городе будет заниматься только одна компания, остальные, по сути, останутся не у дел. Светлана Овсянникова, Павел Ланинский, 7 канал, Новости 24.